Всем привет дорогие друзья! Небольшое объявление перед началом этого ролика. Подписчики моего канала и новые зрители, которые смотрят мои сратые видео, скорее всего замечали, что пишут комментарии, но я на них не отвечаю или комментарий куда-то удаляется и пропадает. Один человек, наверное, уже распятый спрашивает у меня, дай свой инстаграм, но на комментарии я ответить не могу, так как ютуб удаляет комментарий. Для того, чтобы не случалось в следующий раз такого, перефразируйте свой комментарий, допустим, сократите это слово, измените, не инстаграм, а дай свою инсту там или что-нибудь такое. По-другому, в общем, напишите, чтобы ютуб не реагировал. Я не знаю, что он там находит и почему удаляет просто обычные комментарии, ну ладно, там ссылки, это я понимаю, он всегда их удаляет. Но некоторые просто вот люди пишут, допустим, какой-то может совет дают, я его даже до конца прочитать не могу, комментарий открыть, он просто не открывается и пишет, комментарий недоступен. В чем причина, что там ютуб находит такого, я не знаю, просто обычные слова, человек там, допустим, поприветствовал меня, пожелал удачи и комментарий недоступен, ну я не знаю. И, кстати, насчет инстаграма, инстаграма у меня нету, я даже там не регистрировался никогда, там фотографии, наверное, надо выкладывать, если честно, я даже, ну, слышал, что да, фотографии там, но смысл мне его заводить, что я туда буду кидать? Своей железки, что ли, и помойки фотографировать? Кто хочет со мной побеседовать в комментариях, так скажем, вкратце, расскажите, как вообще ведут инстаграм, ну, мне кажется, я его не буду заводить, как-то он по барабану, потому что фотографировать мне, по сути, нечего, себя я не люблю фотографировать, точнее, вообще не фотографирую, не делаю фоток никаких, камера меня не любит, вот, если ты смотришь, я не помню, как тебя зовут, инстаграма у меня нету, все, надеюсь, твой вопрос исчерпан. Видео опять, как всегда, задерживается, почти неделю опять ничего не снимал, ну, так скажем, у меня какая-то неделя неудач пошла просто, то есть, начнем сначала с первого, я нашел телефон у одной девушки, с Кирова, списывался с ней целый день, она рассказала, в общем, что к чему, я у нее еще дополнительных фоток попросил к этому телефону, вроде все, я уже договорился о цене, и договорился об авите доставки, что она мне отправит телефон, но, блин, вечером она куда-то испарилась и пропала, и уже не заходит двое суток, я не знаю, куда она делась, вот, как так вот люди продают свои товары, вот, допустим, уже договаривайтесь, все, я отправлю, я уже хотел оплачивать, мы договорились на сумму меньше тысячи, она скинула, но у нее стоит на тысячу больше, и я не стал оплату предлагать, и она вдруг куда-то взяла и испарилась, как так вот, я не знаю, какой-то легкомыслий или что, я не понимаю, и она не заходит уже два дня туда, в приложении, как так люди продают товар, я не понимаю. Второе, я сломал не только гвоздодер, но я еще и сломал снеговую лопату И в общем я человек настроения, если у меня нет никакого настроения там что-то снимать, я не снимаю видео Потому что получится вообще, у меня и так видео-то, и вы знаете сами какие У меня и так-то видео из говна и палок, а если у меня нет настроения, то я вообще наснимаю такую шляпу, это вообще будет жесть полная Я уверен, что это видео соберет мало просмотров, так как плавки там каких-либо металлов не особо кому-то интересны Для меня поиски превыше всего, но зимой что-то надо все-таки для своих зрителей снимать Так как зима длится долго, а канал простаивать не должен Ладно, давайте приступать уже к делу Вот так сказать все мои пожитки, что мне удалось насобирать Здесь у нас чего только нет Вот эти пластины я находил на старой свалке советской Это пластины от советского аккумулятора, от советской батареи грузового автомобиля Раньше такого было полно В детстве плавили на костре, разводили костер возле водоема И в консервных банках выплавляли всякие медали Вот еще комок, он весь сыпучий Так как я его отбивал молотком, не нужно было этого наверное делать А просто брать пластины и отламывать кусками Просто накидывать в ту емкость, в которой мы будем плавить И все Ну да ладно, отбил, отбил Такс Еще пластины В таком непереплавленном виде, видите, занимают сколько места Ну хотя, тут всего ведерко Особо так, места-то и немного Но собирал я это за, наверное, месяцы три всего моих сборок Я осенью находил И, по-моему, летом или не находил летом, уже не помню Вот что у меня здесь еще в ведре Вот такие клеммы здоровые Одна, вторая Вот еще Клемма, часть от нее Вот эти маленькие пластинки я извлекал из бесперебойника ИБП Там был аккумулятор такой свинцовый Вот еще одна Вторая часть От этого же аккумулятора У меня тогда даже еще канала не было Я все разбирал без камеры И вот такой аккумулятор у меня после бесперебойника остался Я его разобрал Тоже за камерой уже Но когда уже начал что-то снимать По сути, где в настоящее время можно достать свинец? Вот такие пластины от аккумуляторов Можно найти и в современных аккумуляторах Но сейчас уже время такое, что аккумуляторы принимают без проблем И цена, по-моему, на них такая неплохая Несмотря на каких приемках, в каких регионах И аккумуляторы сейчас спокойно отработанные Просто люди сдают и получают за это деньги Раньше все же это выкидывали Это никому не было нужно И мы с пацанами доставали это все, вынимали Также отбивали, бросали костер на переплавку Очень боялись тогда, что кислота Брызнет из аккумулятора, когда мы кирпичами долбили вот это вот все Ну, сами понимаете, школьные годы они такие Но ничего нас не останавливало И мы с пацанами продолжали То карбит искать То свинец, что-нибудь еще Дербанили, разбирали Детство, в общем, удалось Не то, что сейчас То есть свинец, как и раньше, можно достать Из автомобильных аккумуляторов А также вот из таких вот аккумуляторов Сейчас и целиковые принимают Не обязательно вот это все разбирать, чтобы сдать на приемку Просто аккумуляторы сейчас на вес принимают на приемках Смотря цены какие в регионах Где-то дороже, где-то дешевле У нас вообще дешево их берут В общем, второе, где можно достать свинец Это вот в таких вот свинцовых аккумуляторах Также свинец можно найти кабельный Вот этот, судя по всему Свинец из-под кабеля Вот он такой здоровый Тяжелющий Этот свинец я находил на промзоне Стопудовый, это кабельный Его даже, мне кажется, я переплавлять не буду И к тому же, повторюсь, друзья Кто не смотрел видео Я рассказывал, что на приемке У нас свинец переплавленный не берут Но я все равно его переплавлю Я переплавлю вот эти вот сетки все Чтобы было все покомпактней Свинец у нас принимают 50 рублей за килограмм Если не ошибаюсь Да, дорогие друзья, свинец 50 рублей всего Навсего килограмм свинца 50 рублей Те, кто это видео сейчас смотрит, наверное, скажут Ты где вообще живешь? В каком у тебя городе такие цены? Я живу не в городе, я живу в поселке Ну вот, друзья, как-то вот так у нас Живем в поселке Такие вот цены Видимо, конкуренции нет или что В общем, я не знаю Или у нас район превратился в нечто вот такое Так как в других районах республики С ценами все адекватно Итак, в общем, третья подгруппа Где можно найти свинец Это кабельный свинец Но он встречается очень редко Его найти практически невозможно Чаще всего Вот такой автомобильный И аккумуляторный Так же Свинец бывает В различных сетях Неводах Я находил сеть В лесу На восковольтной Кто-то выкинул сеть Я ее забрал Вот что я с нее наковырялся Из сети Полную банку Таких вот маленьких грузил Свинцовых Притащил домой я ее уже осенью И уже холодало Я на холоде буквально Уже вечером Срезал вот это все с сети И обрезал на скорую руку Так как было холодно Ноги замерзали Я оставлял вот такие вот веревки Я не знаю Они уйдут в шлаг Превратятся Или вообще выгорят Скорее всего Я их не буду так закидывать Я возьму ножницы И вот так вот Все обрежу Подготовлю К переплавке Уже с меньшим Так сказать Мусором Засором Может эту обрезку Производить совсем и не нужно А просто Брать, насыпать И переплавлять В ту емкость Ну ладно Обрежу Ничего со мной не случится Вот тут даже есть еще и Третья оказывается секция От аккумулятора Бесперебойника Остальное Это мусор В основном Еще сетки Это уже видно От мотоциклетного Аккумулятора Попался мне Свинец Где-то находил Вот еще Маленький Тоже от какого-то Аккумулятора Бесперебойника И на дне Весь мусор Из мелочи Вот такой вот Мелочи Которая сыпется Рассыпается Ну и четвертый Самый распространенный Вариант Где найти Свинец Это шиномонтажные Грузики К сожалению У меня Нет вам показать Нет таких находок Но вы сейчас Увидите на экране Их можно найти На каких-нибудь Оживленных шоссе Где ездит Много транспорта Нередко Обычно Попадаются На обочинах Еще один момент Свинец Я может бы И не стал переплавлять Если бы цена На него была хорошая Но 50 рублей Сами понимаете Цена довольно-таки Маленькая А с монетизацией Я получу гораздо больше Чем сдать Весь вот этот вот Свинец То есть в будущем Можно будет сдать Этот свинец На какой-либо Другой приемке Раз у нас не принимают Пусть еще Пособирается Побольше Сейчас взвесим Посмотрим Сколько у меня Всего накопилось Свинца За один сезон К чему я это Сейчас все говорю А к тому Что зимой Нужно искать На контент Какое-то железо Что-то нужно снимать Что-то плавить Если я не буду Ничего делать Ничего плавить То у меня И видео Не будут выходить Никакие Поиск сейчас Под снегом Поиском не займешься Но сырьем Продолжать Заниматься надо Здесь конечно Присутствует засор Но эта нить Не такая тяжелая Тяжеленная Чтобы влиять Особо на взвешивание Сейчас посмотрим Сколько я же все-таки Насрезался От эсети Ой Тут еще пружины какие-то Пружины убираем 700 грамм свинца С одной сети Рыболовная сеть И давайте поставим Еще вот это Вот ведерце 2700 Ну плюс еще Ведерко Сколько это весит В общем 2500 Точно здесь есть То есть 2500 Плюс 700 В итоге получается 3 килограмма 200 грамм А по итогу Получается За 3 килограмма 150 рублей То есть Меня не особо волнует Что у нас Переплав не принимают Все равно Будем плавить Так как 150 Это Не гигантская сумма Из-за которой Не стоит плавить Металлы Заняла у меня Процедура Около полчаса Мусора Заметно меньше Теперь можно Спокойно взвесить Это все Без мусора Итого 673 грамма Сейчас еще Добавлю Из этого ведра Свинец Который пойдет На переплавку Вот собственно Такую партию Сегодня на Кило 300 Мы с вами Будем переплавлять Отобрал я Весь мусор Сегодня мы Его с вами Переплавим В красивые Слиточки В качестве Формовки Я буду использовать Динамики От телевизоров А точнее Железную часть Вот такие Динамики У меня имеются Здесь вот Такое Железо Такая Ванночка Точнее В нее Я совсем Даже забыл Вот про эти Дырочки Думаю У меня Такие Динамики Хорошие Вот это Вкинем в костер Обгори здесь Все Этот телевизор Я разбирал Очень давно Кто-то Поставил Два телека Возле мусорных Баков Один из них Был вот такой Сони Очень тяжелющий Я его еле Поднимал На свою тележку Не знаю Каких он годов Не посмотрел Тогда еще Канала не было Телек Походу Был очень мощный Здесь еще Вот такие Короба у него Пластиковые Стояли И с одной Петли размагничивания Наверное Только грамм 300 меди Было У него было Две петли Размагничивания Одна Прямо Очень толстая И рядом Проходила еще Вторая Очень Походу Был качественный Телек Теперь нужно Искать Что-то на замену Вот этим Вот ванночкам Хотел Прямоугольные Слиточки Залить В итоге Не знаю Теперь что Буду заливать Есть еще Такие вот Динамики Какие-то Дряхлые Может Вот в эти Вот Формочки Будем заливать Сейчас еще Что-нибудь Поищу У себя Может Какие-нибудь Получше Найдем Ну а уж Если нет Придется Расколачивать Вот эти В общем Не пришлось Ни в какой Костер Бросать Эти динамики Легонечко Молотком Стукнул И все Отлетело Осталось Только их Забросить В костер Вот эти Вот формочки Чтобы Вот этот Клей Обгорел И проколить И будем Заливать Ну а в качестве Тигля У нас будет Вот такая Банка Из-под Персиков Сейчас ее Надо подготовить Чтобы было Удобно Ставить На костер И снимать Также Проделаем Здесь Отверстие Чтобы было Удобно Наливать Парк 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 Опять вовсю Раскочегарено Сейчас вот Этот мусор Прогорит И можно уже Ставить Первую партию Первая партия Пошла Надеюсь Не навернется У меня там Ничего Сейчас заглянул В банку Свинец Начал плавиться Видно на глазах Уже как садится Свинец При плавке Токсичен Когда он Закипает Так что Будьте аккуратнее Я сейчас Что-то Если честно Испугался Я думал У меня банка Дырявая Смотрите Он совсем Весь просел Сейчас еще Закинем Туда Первая партия Свинца Совсем у меня Села Закинул Остальное Сейчас как Расплавится Будем заливать Так друзья Первые монетки готовы Сейчас остынут Посмотрим Что получилось Выкулпаем их Оттуда Никак не хочет Доставаться Короче не хочет Они доставаться Кто-то там Их держит Да вылази что ли Нет Ну это жесть Какая-то Вообще Ну давай же Шевелится Но не вылазит Опять обосрансть Да что ж ты будешь Делать-то Не вылази Ты все Че вот делать Теперь Че только формочки Рвать Ну жалко Че я буду еще Одну часть Заливать-то Ну и подготовил Я блин На свою голову Эти От динамика Формы Просто жесть Какая-то Что могу сказать Друзья Надо было как-то Спасать ситуацию Я залил Вот в такую Баночку Маленькую Остатки Сегодняшнего Свинца Эту банку Легко будет Раскусить Достать А вот с этими Вот вообще Беда какая-то Он шевелится Но не вылазит Не знаю Почему застрял Я еще вытаскивал его Когда он был горячий И все равно Он никак Отсюда не вылез Не знаю Почему Буду сейчас Раскусывать Вот эту дрянь И выброшу Вот этот Кал Нафиг Ну же Давай Какое Твердое Железо У этих Сраных Динамиков Вообще Жесть Никакую Не хотит Отгибаться Контент Который Мы заслужили Я себя тут прям Акушером Гинекологом Чувствую Как будто Возволяю На свет Вот такое Уродство У меня получилось Обосрамся Продолжают Меня преследовать Извлек Второго Третий Буду дома Извлекать Уже ноги Подмерзают У нас сегодня Мороз Сейчас уже Снежок Порхает Правда Встретимся С вами На подведении Итогов Что ж Дорогие друзья Давайте Подведем Итоги Сегодняшней Нашей Недоплавильни Вот такая Вот Хрень Получилась Эти я тоже Извлек Все таки Я думаю Это произошло Из-за того Что формочки Не дообжег На них остался Клей По бокам Он как раз То и держал Вот здесь Вот Думаю Я не дообжегал Надо было Подольше Закинуть Вообще Вначале Как только Костер Ожег Ну Теперь Буду знать На будущее Уже Опыт Какой-то Есть Включаем Весы Давайте Взвесим Одну Такую 326 Грамм 320 Ну Блин Почти Ювелирно Залил А это У нас 400 Практически 450 Грамм Добавляем Вот эти Килограмм 96 Грамм Итого У нас засор Ушло 231 Грамм Ну Неплохой Такой засор И скажу Ну да ладно Расплавили Мусор Уже Какой-то плюс В сегодняшнем Видео Там у меня Еще оставались Сеточки Такие же Аккумуляторные Я их не стал Бросать Сегодня Расплавили Только Совсем уж Сыпучий Мусор В другой раз Когда еще Подкопим Свинца Если еще Найдется У нас Где-нибудь Раздобудем Переплавим Остальные Сетки Вот это Вот еще Заново Переплавим По еще Какие-нибудь Формы Еще Когда-нибудь В будущем Проведем Переплавку Ладно Пора закругляться Утомил я вас Очередной Своей нудятиной Кому понравилось Поддержите Подпиской Лайком Прожимайте Колокольчик Всем удачи Друзья До скорых встреч Всем пока